Приднестровье посетил эксперт Московского бюро по правам человека. На встрече с вице-спикером Галиной Тюфеевой говорили о совместной работе по защите прав россиян и соотечественников, проживающих в республике. Особенно нас беспокоит то, что с 2014 года давление на республику усилилось и с украинской стороны, и со стороны Молдовы. На наш взгляд это недопустимо, так как экономическое давление всегда приводит к негативным последствиям. Это нужно обсуждать на международных площадках, и мы, как представители Московского бюро по правам человека, просто обязаны об этом уведомить международное сообщество. Олег Иванников отметил, что в течение последнего года российским правозащитникам поступают сообщения из Приднестровья о проблемах с получением гражданства, заменой загранпаспортов и признанием иных документов. Конечно, большое количество проблем, неразрешенных, это и признание наших образовательных документов, документы, которые оформляются в ЗАГСах наших, то есть акты гражданского состояния, это признание решений суда об установлении, установлении отсутствия. И большая цепочка таких проблем, которые требуют разрешения, очень важно сообща, консолидировано принять какие-то решения, которые помогут разрешить эти проблемы. Вся информация будет собрана, добавил эксперт, обработана и представлена президенту Владимиру Путину и в Генпрокуратуру России для проведения проверок и выработки рекомендаций. Говорили на встрече о том, что из-за карантинных ограничений в консульском отделе Тирасполя жители Приднестровья сейчас не могут вовремя заменить просроченный российский загранпаспорт. Московский эксперт отметил, этот вопрос должен быть разрешен как можно скорее.